Всем привет! Это Сергей Тобачников и в эфире Надел. Я надеюсь, что ты уже купил билеты, потому что я еду, я мчусь и я скоро буду. И сегодня у нас в гостях Данлоп Край Боби. Вот там. Итак, Данлоп Край Боби обладает серьезным металлическим корпусом. Я замодил как только смог. Нашел в интернете о том, что схема состоит всего из 10-150 тысяч деталей, но 8-5 из них можно поменять номиналы, и тогда звучание изменится. Во-первых, я начал с лампочек. С зеленых лампочек, потому что на концерте я никогда не вижу, включена она или не включена. Лампочки это самое замечательное. Что только можно придумать для таких примочек. Странно, что Джимми до сих пор не догадался. Сволочь! Так вот, я поменял индуктор, я поменял пару-тройку сопротивлений и один конденсатор. Что из этого вышло? Давайте посмотрим. Данлоп Край Боби обладает серьезным металлическим. Данлоп Край Боби обладает серьезным металлическим. Данлоп Край Боби обладает всем. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На которых ты сможешь подписать все что угодно и купить диск Еще раз повторюсь, что дисков мало Поэтому нужно как-то соображать где, когда, во сколько и куда Кто будет первым, кто вторым В этот раз у нас очень напряженный транспортный график Поэтому после каждого концерта мы будем сразу же уезжать в следующий город И сегодня мы разучим первый купленд песни «Фарвель» Сначала обычный ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И сегодня очередное творчество от творца, гитариста, он играет песню, уже не первый раз присылает мне свои заявочки, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не мог не оценить творчество, все-таки камера, обработка, фокус, ну и на гитаре поиграл. Нормально. Смотрим отрывок, справляется хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хелло, хелло, я Давид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключение педалей в цепочке, чтобы добиться максимального качества звука. Как подключить? Привет, Сергей. Меня зовут Ваня. И я хотел бы спросить по поводу подключения гитарных примочек. Итак, предположим, что в один прекрасный момент вы стали богатым буратино. У вас есть голова, предусилитель и оконечный усилитель, и примочки. Примочки. Я схематически изобразил. Как подключать? Для начала вам потребуются гвозди. Гвозди – это незабегибый атрибут любого металлиста. В усилителе есть предусилитель с дырочкой импухт. И постусилитель, там обычно есть петелечка. Сенд и ретюрн. Предположим, сначала схему классическую. Самую, что ни на есть. Вы берете тюнер, сука, берись. Берете тюнер и ставите его первым. В него вы втыкаете гитару. А от него, в него втыкаете, сука, гвоздь. Гвоздь в тюнере – это самое главное. И из тюнера вы приходите в вах. Здесь так и написано. Вах. Тем самым, когда вы будете достраивать цепь, и вам потребуется настроить гитару, вы просто нажимаете на тюнер и мутируете весь сигнал. И он вам не мешает. Вах должен стоять в самом начале, потому что он забирает только чистый, действенный сигнал гитары. И уже над ним пытается как-то надругаться. Далее, если вы фанат разнообразных звуков, то вам потребуется вами. Вами лучше всего воткнуть тоже сразу, потому что вами требует чистого звука. Чистого гитарного. Итак, мы воткнули вами. После вами лично я рекомендую въебать овердрайв. Это, так сказать, чистое звено. После него можно делать все, что хочешь. Частично. Мы берем гвоздик и подключаем овердрайв. Подключили овердрайв. И что у нас есть? Вот уже прямо сейчас можно и красиво соединить эту схему. Вот так. Прямо в инпут. От овердрайва в инпут. И все получится отлично. У вас... Но, предположим, что вы на концерт пришли в клуб, а там паскудная голова. Что делать? В таких случаях, в таких случаях, конечно же, у вас всегда должен быть ДИСТ. ДИСТ позволяет вам воткнуть в цепь его и заменить поганые звуки местного усилителя нормальным, так сказать, вашим ДИСТ. Покажи, я была людям. ДИСТ. Молодец. Нормально. Что после этого? После этого можно смело и откровенно запилить ДИЛЭЙ. Нет, не очередь. Давай. Вот это, блядь, паровозик. Итак, после ДИСТ у нас появляется ДИЛЭЙ. ДИЛЭЙ, самое главное, ставить после перегруза. Если вы используете местный перегруз, родной, то ДИЛЭЙ необходимо втыкать в разрыв. Прямо в разрыв. Чтобы усугубить положение на рынке полетных эффектов, мы включим после ДИЛЭЙ еще и реверб. Ну-ка, блядь, давай. Итак, наша цепь и реверб, и от реверба можно смело втыкаться. Давай, гадина. В инпут. И, конечно же, ты спросишь, а куда надо втыкать? В инпут или в ретерн? Если твой ДИСТОРШЕН пиздат сам по себе, он в принципе заменяет функцию предусилителя, то можно его воткнуть в ретерн, то есть в оконечник, и наслаждаться. Если твой ДИСТОРШЕН представляет из себя хренолятор с тремя ручками, тон, громкость и гейн, то лучше всего воткнуть в инпут. Будет гораздо больше смысла. Гораздо больше смысла. Итак, это была простая схема. Рассмотрим другую схему. В жопу у вас ДИСТОРШЕН, у нас есть хорошая голова. Мы втыкаем от овердрайва в инпут. И чё, а? Мы втыкаем от овердрайва в инпут. Реверб, дилей. И ещё я лично рекомендую въебать тремоло. И для любителей компрессор можно тоже поставить. Компрессор лучше поставить здесь, а тремоло тут. Почему? Да по кочану. Многие люди говорят, что компрессор надо ставить перед нагнетателем. Не отрицаю. Но звук будет совсем другой. Будет эффект, как будто ваш хамбакер стал в 4 раза хамбакернее. То есть, если поставить компрессор вначале, перед нагнетателем, то вы тем самым будете иметь более мощный выход на нагнетатель, на преамп. И тогда преамп будет нагнетаться сильнее. Но это, блядь, логично. Так делает Давид Гилмор. Но, вспоминая себя ты, когда ты приходишь в студию, или записываешь дома, то, когда тебе становится грустно, в миксе ты кладешь компрессор. Да-да, ты кладешь компрессор. И я кладу, все кладут. И класть будут. Потому что он помогает миксу читаться. Так вот, что делаешь ты компрессор? Ты кладешь в инсерт. На дорожку прямо наваливаешь. Уже после того, как у тебя все прозвучало. То есть, фактически и есть. Втыкаешь его в разрыв. В сент и ретерн. И эффект получается совсем другим. Эффект получается совсем другим. И не то, чтобы у тебя архипиздатая атака, от того, что ты поставил компрессор в начале. А просто ты хорошо и гармонично начинаешь садиться в миксус, максус. И тебя слышно, но ты не доминируешь. И это прекрасно. После всего рекомендую поставить термола. Опять же, не в начале. Потому что термола в чем смысл? В том, что оно делает вот так. Да, вот так. Обрезает и добавляет. Какой смысл делать это в начале, если после у тебя стоит дилей, еще какой-то дисторшн, непонятно. В самом конце, в самом, это самая последняя примочка, которая отрезает и делает твой звук термоляторным. Для особых любителей Зака Вилда или прочих людей с фабрики у меня же была еще одна охуенная примочка. Где она? Кот, ты брал? Вот же блеск. И еще одна примочка для любителей Зака Вилда или интимных клинических звуков. Хорус. Он же фазер, он же фленджер. Один хрен. Его лучше ставить всего где-то здесь. Уже на вкус и цвет. Но я бы рекомендовал его въебать после вами. Ну-ка. Уже все не так просто. Вот. Вот такой схемкой, так сказать, не стыдно и похвастаться. Здесь все подключено по уму, по совести. Все примочки хороших фирм. Коммутация тоже соответствующая. И я думаю, это прозвучит. Прозвучит в любом случае. Всем спасибо за внимание, блядь. Удачных экспериментов. До свидания. Итак, это был Надел. Счастливо оставаться. До свидания. Удачи. Продолжение следует...